Не вольтый я, не гражданин Не отец и не сын И я не то, что мыслю о себе И не тот, кто живет всю жизнь в борьбе И я не тот, кто горит И не тот, кто потух Не тело я и не душа Я чистый дух 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 И не тот, кто горит Я чистый дух Я чистый дух Я чистый дух Витаем вас, шановные друзья В эфире программа «Розмова на тему» И сегодня она начинается в немного необычный способ Знаете чому? Потому что до Миколаява завітала этнографа кундалини И сегодня участники группы пригодились встретиться с глядачами телеканалу Миколаев. Я витаю вас, шановные гости, и очень благодарю, что вы сегодня здесь у нашей студии. Доброго дня. Доброго дня. На самом деле, очень благодарю, что вы дали такий старт нашей программе. Мы сегодня налаштованы на позитив, на гармонию, на жизнь, утверждающие основы. Но каким образом вы пришли до этого, очень хочется поцикавиться. И я начинаю, шановные друзья, с керевника. У нас в гостях Илона Шукшина. Ну, собственно, в наше время мы смотрим, какой бардак происходит. И, как сказал профессор Пребрежанский, разруха не вокруг нас, а в наших головах. С головы. И так и родилось у нас желание создать группу, которая будет нести людям понимание того, что нужно начать с себя. И мы ждем каких-то изменений вокруг нас. Но как они могут произойти, если внутри нас полностью вот эта разруха? Как давно это произошло? Ну, это произошло благодаря очень интересному человеку, доктору философии, медицины и доктору музыки. Кстати, единственная женщина, которая является почетным членом Петровской Академии Наук, это госпожа Шривостава. Довольно известная личность. Именно она подтолкнула не только нас, но большую часть населения, не только Украины, а даже всей Европы и Азии, к тому понимание того, что состояние внутренней тишины и гармонии, это и есть именно ключ к успеху, как в Буратинии про золотой ключик. Это и есть золотой ключик к нашему пониманию себя и окружающей среды. Как давно Вы вот в таком составе работаете? И в этом ли только составе, или на самом деле Вас больше? Нас гораздо больше, и состав вообще-то где-то 200 человек, 300 человек. Это входит в этногруппу? Это входит в этногруппу, причем у нас не узкое понятие «этногруппы» в 3-4 человека. Мы ездим по всему миру. А вот в данный момент часть находится в Украине, а часть сейчас работает в экспоцентре Милан, Италия. Довольно успешно. И в данный момент всего лишь у нас тут представляет 5 человек, но это очень маленькая часть. Папелька такая, да? Да, самая маленькая капелька. Давайте представьте, пожалуйста, участников, тех, которые сегодня презентуют, собственно говоря, Ваше творчество нашим зрителям. Егорка довольно интересная личность. Он играет не только на барабанах, но еще он играет на гармонике. Здесь нет сейчас этого инструмента. И кое-что он может даже продемонстрировать. Давай, очень коротко. Так, Егор. Егор, мастер барабанного дела. Как правильно называется этот инструмент? Таблы. Это восточный инструмент, да? Да, это индийский инструмент. Егор, скажи, пожалуйста, где ты учишься? Я сейчас закончил 11 класс в Киеве. Сейчас поступаю в университет, в Киевский политехнический институт. Слушай, политех, но это совершенно не связано с музыкой. Ну, это как бы мое хобби. Ну, как бы так. Сначала, я сначала, когда был маленький, мне очень нравился звук этого инструмента, и я захотел на нем играть. Сложно научиться играть? Ну, довольно-таки непросто. Самое главное, вот в момент работы вашей на сцене, я называю это все-таки работой, потому что вы созидаете, да? Как ты себя настраиваешь на этот процесс? Ну, сначала перед концертом я делал такое упражнение, не только я. И сначала я концентрирую свое внимание над темечком, над головой. Как бы концентрируюсь перед концертом на главном. А что главное? Ну, главное то, что я играю, я есть часть этого коллектива, и я даю другим услышать то, что у нас идет из души. В душе. В душе, да. Это классно. И вы знаете, дорогие друзья, на самом деле очень интересно услышать опыт духовный, потому что, собственно говоря, к гармонии стремится все, что есть в этой жизни. Любое живое существо, оно тянется к свету, к солнцу, к гармонии. Однако у каждого свой опыт. У кого-то получается, у кого-то нет. И вот сегодня мы видим действительно, вы знаете, созидающий такой вот коллектив, который и сам смог, и другим помогает в этом. Потому что на ваших концертах в зале царит просто, вы знаете, вот такая вот радость, покой, миропонимание какое-то особое, философия. Тем не менее, Илона, как долго вы к этому шли, для того, чтобы вот действительно всем прийти? Потому что от вашего успешного результата, собственно говоря, вся работа зависит. Одиннадцать лет. Одиннадцать лет. Одиннадцать лет, да. Ну, на самом деле, это не одиннадцать лет, это всю жизнь. И буду дальше проходить этот путь, это знание, которое каждый раз, вот когда что-то открываешь новое, понимаешь, что ты ничего не знаешь и ничего не понимаешь. Да. Как-то вот так вот. Это правда. Катюша у нас, девушка красивая, в прекрасном убранстве. Катюш, как давно ты в этом коллективе? Я в этом коллективе уже, можно сказать, много лет. Именно духовностью я занимаюсь с самого рождения. Так, а сколько нам лет? Много. Много. Шестнадцать лет. Шестнадцать. И можно сказать, что это тоже уже достижение, да? Да. Скажи, пожалуйста, вот когда ты общаешься со своими сверстниками, насколько ты видишь, что тебя понимают в твоем духовном поиске? Потому что к духовности как-то вот в основном принято, что люди в зрелом возрасте приходят, да? Вот к тому, что понимать, кто я, для чего я, к чему это все, законы мира, понимание. А вот шестнадцать лет, вот они тебя понимают, твои сверстники? Ну, если даже я разговариваю о духовности, я в основном говорю вот... То есть если даже, то есть это сокровенно, это не для всех, да? Ну, как-то для всех я не рассказываю, но вот, например, так как я занимаюсь с танцами уже с самого детства, например, во втором классе я вместе с классом в школе отмечала день рождения и устраивала в духовном вот такой индийском стиле. И видно было, что как бы дети, мои одноклассники, не очень как бы ощущали это и принимали как бы положительно. Ну, многие, не все, но тоже начинали танцевать, начинали как-то погружаться в эту атмосферу. Поэтому, мне кажется, это очень хорошо. Это классно, да? Да. Так, в жизни твоей что тебе это дает? Вот сегодня пока ты учишься, да? Ты ученица одиннадцатого класса, да? Нет, я закончила девятый класс и поступила в музыкальное училище. То есть ты уже становишься на профессиональный такой путь. Что тебе дает вот это ощущение внутреннее, вот эта сила внутренняя, собственно говоря, к которой стремится каждый? Мне она дает очень большую жизненную, ну, как бы, энергию, дает надежду, как бы, надежду жить, надежду что-то делать хорошее в будущем, не сдаваться. Вот, например, если, например, у меня может быть плохое настроение, я могу себя таким способом сбалансировать. Ну вот, дорогие друзья, устами ребенка, а мы будем считать, что Катюша у нас еще ребенок, глаголит истина. Собственно говоря, все психологи мира говорят, что нужно, знаете, определенные тренинги, определенные, там, я не знаю, мастер-классы, поучаствовать в них для того, чтобы достичь чего-то. А вот ребенок говорит, что через музыку, через красоту у нее это получилось. Это, я считаю, что действительно формула успеха в какой-то степени. Мы продолжаем знакомство. Любочка, красивая девушка. Скажите, Люба, как дома относятся к тому вот вашему, к этому вашему занятию? Вся моя семья этим занимается уже очень долго. Все понятно. Да. И я в этом всем с рождения, и духовность всегда была частью меня. Что в вашем понимании духовность? Что такое духовность? Потому что, опять-таки, оттенков невероятное количество, правда? И каждый видит что-то в ней свое. Ну, я чувствую то, что я часть всего этого, и гармония всегда наполняет меня и моих окружающих. Это очень классно. Ну, а всегда ли бывает состояние гармонии? Ну, я не поверю, что ты не нервничаешь, я не поверю, что не бывает каких-то сложных моментов. И как себя перенастроить? Собственно говоря, это самый главный вопрос в нашей жизни, да? Как остановить поток негатива и перейти в состояние позитива, созидания? Ну, конечно, бывают моменты, которые, ну, очень сложно прожить, нервничать, да, экзамены, те же самые все, что в обыденной жизни. То есть, а духовность вот именно помогает это, ну, наполнить жизнь свою. Духовность любви к ближнему или ощущение вот этого тепла внутреннего? Как вот? Что это? И тепло, и любовь, и оно всегда наполняет всех. Это всё, да? Такое созидание, очень мощное такое понятие. Ну, Виктор, и давайте как бы итог всего вот философии. Для того, чтобы группа состоялась, я знаю, что вы и Илона, вы идёте в паре и выжить в наше время, потому что не так легко сегодня заявить именно духовное направление и удержаться ещё на плаву, потому что время особенное у нас. Ну, может быть, вот та песня, которую мы начали петь, она как такой ключевой момент, символический, может где-то вот подсказать направление такого ответа. Её написал Адишан Карачарья. Это древнейший индийский философ, который проповедовал обращение к самому-самому сокровенному, к духовному, к своему духу. И когда мы начинаем обращать внимание прежде всего на добро внутри себя, тогда всё приходит в гармонию. Ну, конечно, музыка — это огромная сила, и если мы начинаем обращаться к духовной музыке в разных жанрах, мы сегодня спели вначале, народную мелодию все её знают. На самом деле это очень энергетичная музыка, поэтому недаром мы эту мелодию выбрали для таких стихов. Если мы обращаемся к такой музыке, классической музыке, Бах, Мозор, то тогда... То есть у вас не только восточное направление, да? Конечно же. Мы вообще стараемся обращаться к благоприятным вещам. В музыке так же. Благоприятность — это просто подтверждается тем, как мы себя чувствуем после этого. То есть налаживается здоровье, налаживается просто наше отношение с близкими. Если мы обращаемся к благоприятным вещам, к такой музыке, то тогда, в общем-то, всё приходит в норму. Давайте обращаться к благоприятным вещам, давайте слушать музыку. Пожалуйста, вот что сейчас, какой-то эпизод какой-то проиграйте нам. Мы сейчас проиграем песню на очень древнем языке, индоевропейском. Это санскрит, и на этом языке разговаривали очень много народа. И самое интересное, что некоторые слова санскрита до сих пор фигурируют в современном украинском языке. Конечно же, это про язык, это мать, собственно говоря, всех языковых групп. Ну, будем слушать. Давайте. Санскрит 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 Нам сказать, что это прямой эфир, но даже если вы будете смотреть не в прямом эфире, не имея значения, вы можете повторить в любое время. Это сработает. Мы не Кашпировские или как там другие, но это действительно живой процесс, и он работает. Самое интересное, как проверить, благоприятно для вас что-то, несёт ли это разрушение или несёт созидание. Положим правую ладошку на темечку головы, сейчас все вместе делаем такой эксперимент. Итак, массажируем по часовой стрелке. Во-первых, в нашем области, в олимпической области, тысячи нервных плетений. И когда мы делаем этот массаж, мы активизируем ту часть мозга, которая отвечает за прием информации. Более того, этот массаж помогает нам расслабить нашу нервную систему, балансировать наше эмоциональное состояние. И вот когда мы поднимаем, поднимите ладошку над головой. Я вовремя, не вовремя. Да. Вот скажите, пожалуйста, это 10-15 сантиметров над головой. Что мы чувствуем, прохладу или тепло? Тепло. Я чувствую тепло. Тепло. Хорошо. Смотрите, мы даже сейчас сделаем диагностику себе в данный момент. А теперь меняем ладошки. И сейчас. Тепло или прохлада? Я ничего не чувствую. Ничего не чувствуете. Вот мы сделаем несколько экспериментов. Когда мы слышим тепло, тепло, прохлада или мы ничего не слышим, это говорит о том, что в данный момент мы немножечко разбалансированы. Можно, конечно, сходить к врачу и нам подтвердять. А можно сделать это дома, займет меньше времени и сэкономит время на дорогу. Если мы слышим прохладу на двух ладошках, это говорит о том, что в данный момент мы расслаблены. Что самое интересное, что как раз вот госпожа Шривостава, она направила внимание современных ученых, чтобы они изучили вот это состояние мыслительной тишины, внутренней тишины. И ученые заметили, как всегда у нас эксперимент на ком делать, на студентах, что состояние мыслительной тишины студент может выучить 500 слов, не заучивая. Казалось бы, это фантастика, но ничего здесь такого нету. Ведь если наше тело полностью расслаблено, то наше внимание, оно абсолютно сконцентрировано. Наша нервная система, наше эмоциональное состояние, от этого зависит наша уверенность в себе. Если мы уверены в себе, у нас не может присутствовать страх. А если у нас не может присутствовать страх, если у нас страх отсутствует, будем ли мы агрессивны? Так, хорошо. Как в этом плане срабатывает музыкотерапия? Музыкотерапия срабатывает на все 100%, так как музыка на все 100% влияет на человека. Не только музыка, но и звуки. Мы это делаем, мы вот слушаем музыку неосознанно. И вот когда мы проводим занятия с детьми в школах, университетах, с учителями, психологами, неважно, мы обращаем их внимание на разную музыку, и они потом сами говорят их ощущения. И вот когда они прослушивали вот такой вот музыку, такой вот стиль, да, они говорили, что они чувствуют гармонию. Когда мы включали тяжелый рок, они говорили, что у них появляется страх. Когда мы включали им рэп, они чувствовали сильную возбужденность. И потом мы разводим руками и спрашиваем, что с нашими детьми. Что происходит, да? А с нашими детьми все в порядке, не в порядке с нашими взрослыми. И вот сейчас хочу поделиться с тремя звуками такой ключик к успеху. Вот честно говоря, я думала об этой формуле успеха, потому что вот то, что вы показывали, начиная работать с темени, это уже личное. Мы абсолютно ни в коем случае, дорогие друзья, не навязываем. Это личные, какие-то духовные практики абсолютно. Но то, что, например, вибрации, мы все пользуемся вибрациями, мы все проговариваем, да, мы общаемся с помощью звука. И что исходит из души нашей, что исходит с нашего речевого аппарата, это очень важно. И как самого себя настроить с помощью звука, вот сейчас мы узнаем. Да. Самое интересное, что мы все знаем эти звуки, и подсознательно мы их произносим, но даже не осознаем, насколько они важны. Вот, например, когда мы ударяемся, мы обычно говорим, какой звук? Ой. Ой или ай. Да. То есть первый звук а, он балансирует наши эмоции. И когда они нас зашкаливают, например, мы очень раздражены, вспыльчивы, или же не успели проснуться, как снова хотим спать, и такое бывает, вот надо петь этот звук. Или же можно выпить 10-15 чашек кофе. Это аналогично? Это аналогично. Представляете, давайте мы пропоем этот звук а. Дорогие друзья, вот садитесь рядом с нами, вот сейчас же параллельно, давайте мы сейчас будем настраиваться на созидание, на гармонию. Итак, мы левую ладошку положим на колено, ладошкой вверх. Так. А правую опускаем вниз. Вниз. То есть это мы балансируем левое полушарие нашего головного мозга. И сейчас пропеваем с вами звук а. Но когда мы будем петь этот звук а, пожалуйста, наблюдайте за вашей ладошкой. Ветерочек, вибрация, это ветерочек, он может меняться от теплого, прохладного и наоборот. Итак, звук а. Действительно меняется. Несмотря на то, что я немножко не внесу вам воспетая, конечно, группа, но тем не менее я чувствую это. Да, и особенно в жару, вот сейчас, да, это еще как вентиляция. Давайте попробуем еще раз. Можно включить кондиционер, а можно спеть звук а. У кого нет кондиционера дома. Так. Это невероятно, но действительно чувствуется свежесть, правда? Или это мне так кажется? А теперь мы ложим правую ладошку на колено, правую ладошку. Так, правую. Только ладошкой вверх. Так, да. А левую в эфир, вот таким вот образом. Самое интересное, что наши дедушки, которые воевали во вторую отечественную войну, они знали про силу звука у. Когда они шли в наступление, они кричали ура. Да, да. Если бы они кричали а, они бы поменяли траектору и бежали бы назад. А вот именно звук ура, звук у и само слово ура балансирует наше действие и как бы нас зажигает. Итак, звук у. Активность такая, да? Попробуем еще раз Скажите, пожалуйста, почему дважды вы повторяете? Мы можем повторять сколько угодно, чтобы до тех пор, пока пошла прохлада Это сразу можно почувствовать? Вот я чувствую, потому что я подключаюсь, собственно говоря, к вашим вибрациям Вы уже сработанный коллектив, и это легко А вот те люди, которые сидят по ту сторону экрана? Не знаю, это все индивидуально Индивидуально? Конечно, и если не получилось в первый раз, а у меня как-то не получилось в первый раз Это ничего страшного Вы можете повторить еще раз и еще раз К сожалению, время нашего эфира подходит к завершению Но у меня есть еще один звук Это очень важный звук Ну давайте Звук М, он балансирует левый и правый полушарий головного мозга Самое главное, собственно говоря, да? Естественно Давайте звук М Точно так же мы руки, да? Руки ложим, да, теперь две руки ложим на колени Ладошками вверх Звук М И звук О, он активизирует работу головного мозга Это заключительный, да? Это заключительный О И если проделать вот этот массажик со звуками О, У и М, тогда человек приходит в состояние полной тишины и гармонии Вот так вот, дорогие друзья, после рабочего дня Ну можно где-то уединиться и посвятить сколько? Наверное, две-три минуты себе, да? Достаточно Достаточно И у вас будет состояние покоя, гармонии и радости от ощущения этой жизни Спасибо большое вам, что вы подарили нам вот такие вот, знаете, какие-то очень личные секреты Ну и самое главное, что они созидающие Успехов вам И самый главный, последний вопрос Где вас можно увидеть, услышать и в Николаеве где концерты у вас? Ну, в Николаеве мы уже закончили проводить концерты Сейчас мы в Очакове И сегодня у нас на базе «Жемчужина» в Очакове будет концерт Вот повезет отдыхающим базе «Жемчужина» Конечно, повезет Ну что ж, успехов, удачи, ждем Николаеве еще раз Спасибо Дорогие друзья, шаново мои друзья, подходите до завершения программы «Розмова на тему» Я, Нелли Толмач, вдячна всем, кто склав нам компанию Я бажаю вам миру, добра, злагоди и неймовірной радости от этого быта До зустрічи в эфире Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»